Вот чуть второй год их уже нет. Керамическая детская погремушка молчала шесть веков, покрытая землей. И вот снова она почувствовала тепло человеческих рук, а голос ее звучит. Эта детская игрушка сохранилась в первозданном виде. А вот ее ровесники, глиняные кони, еще ни разу не оказались в руках археологов целиком. К сожалению, целых их вообще, если найдены, то единицы. Они очень быстро бились, они лепились из нескольких частей. Ну и когда ребенок играл, конечно, очень часто белые игрушки. Женский костяной гребень. Много столетий назад женщины также хотели быть красивыми. Грузила для сетей, наконечники отстрел, ключи и другие бытовые мелочи, найденные в роскопе Переславля-Рязанского, в нынешнем сезоне датируются началом середины 15 века. Год за годом, сезон за сезоном археологи уходят вглубь. И веков, и культурных слоев. Неплохо сохранились с тех пор и деревянные артефакты. Вот здесь была настоящая улица древнего города, периферийная. Жили здесь люди попроще, чем на месте роскопа житного, что возле певческого корпуса. Вот этот настил, возможно, остался от хозяйственной постройки. Хозяев самой усадьбы археологи определили почти наверняка. Есть подозрение, что это усадьба кузнеца, потому что здесь найден кузнечный молот, а такие вещи просто так не варяются. Это кусок металла в 100 килограмма, а железо тогда очень ценили. Это крайне редкая находка, это буквально единичные предметы, найденные на древнерусских памятниках. И найдены шлаки. То есть вот такой комплекс нам позволяет предполагать, что это была усадьба кузнеца. Но настоящим сокровищем этого сезона стала найденная на территории одной из усадеб березта с надписями. Длина грамоты 8 сантиметров, ширина 2,5-3. Я даже не могу сейчас перечислить всего, что скрыто в этом маленьком кусочке бересты. Во-первых, с нами заговорили рязанцы. Мы не просто трогаем их вещи, не просто создаем их быт, их ремесла. Они с нами заговорили на своем языке. То есть мы можем уже говорить и орфографию, с которой они писали, и особенности произношения рязанского. Тут очень большое количество вопросов. Это довольно хороший текст. Полностью сохранились две строки. Третья строка обрезана наполовину. Расшифровать, что же написано на этом маленьком кусочке бересты, московским специалистам только предстоит. Возможно, им удастся восстановить и третью строку, которая обрывается. Рязань – всего десятый город страны, в котором обнаружена береста с письменами. Как заметил Владимир Завьялов, 50-летняя практика работы археологам показывает. Раскоп больше дает вопросов, чем ответов. И сейчас, с окончанием активного сезона, предстоит уже научная работа. Чертежи, расшифровки, разгадывание тайн, которые выдал новый культурный слой. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова